всем привет опять с вами полина и сегодня я хочу показать вам опять мои цветущие фиалки я убрала уже те которые показывала вам но если что-то опять попадется ну посмотрите еще разочек но по-моему я все убрала которые показывала в предыдущем показе как всегда я сейчас покажу всю полочку а потом буду показывать по дну по одной фиалочки и рассказывать что я про этот сорт знаю что мне нравится что мне не очень нравится вот и буду советовать или не советовать вам покупать этот сорт вот но пока вот я вам хочу показать новые сорта у меня здесь в моей коллекции это вот и этот и этот пока я называть не буду потому что у меня еще новенькая есть еще новенького меня есть вот и это вот а там да еще вот этот сорт тоже новый и вот и этот вот видите как у меня много и вот эти два новых а это я вам хочу посмотреть показать какое облако распустилась это я уже показывала это визирь визирь репкиной вот это спорт а вот это сорт но почему-то немного с большим больше белого здесь не так нравится он прям вот кружевной воздушный посмотрите какая красота но я потом поближе еще покажу а здесь у меня стоят тоже визирь еще две розетки и тоже все в бутонах и я хочу посмотреть как они раскроются потому что у меня визирь это не новый сорт но он у меня вот первый раз расцвел спортом прекрасным тоже очень красивым вот это тоже новый сорт у меня моей коллекции ну вот теперь можно и начать начну я сапфиры пока она совсем уж не облетела потому что вот начала уже терять свои колокольчики видите хотя еще не все раскрылись вот как вы видите не все бутончики раскрылись она уже теряет колокольчики но я вам хочу сказать что все равно несмотря на это этот сорт мне нравится у него необычные колокольчики даже как-то похоже на химеру вот как вы видите здесь посерединке у них такие вот полосочки это очень интересный сорт и как вы видите цветет таким пышным букетиком это первое цветение между прочим вот пожалуйста какие они все стоячие очень красиво цветет я конечно хотела сказать что я рекомендую этот сорт он очень красивый вот посмотрите я шевельнула цветонос и пожалуйста цветок упал вот они падают такими можно сказать не увядшими очень красивыми и жаль что теряет потому что если бы она додержала все цветы пока вот эти все раскроются это было бы совершенно феерическое цветение а здесь вот еще один цветонос вот лезет новый у которого и вообще еще ни одного бутончика не раскрылась вот это я считаю большой недостаток этого сорта что она теряет свои цветы очень рано но сорт красивый как вы видите аккуратненький красивая розетка хотя здесь конечно есть над чем работать но не сейчас это уже когда отцветет я удалю цветоносы и потом я дам ей немножко подрасти посмотрю какие листики нужно удалять но сорт красивый я рекомендую это сорт дикий хмель очень интересные цветочки но это как говорится не мой стиль вот я их ничего с ними не делает я сейчас пытаюсь как-то разобрать чтобы они так не путались но как вы видите это первое цветение довольно обильное потому что там еще вон один цветонос лезет и вот еще один только вылез и вот еще то есть это будет много цветов красивые они очень необычные но как-то они вот не неровно лежат вот посмотрите вот этот вот наклонился сюда этот вот сюда наклонился как бы его вам поддеть показать вот поэтому вот сначала цветоносы как вы видите стоячий все с ними нормально но потом они как-то вот укладывается видите вот новый цветонос он стоячий здесь очень длинная цветоножка у первых цветов поэтому как вы видите вот здесь очень хорошо видно вот это первый цветок а это второй и вот у первого длинная цветоножка она не выдерживает тяжести цветка и вот он так вот изгибается и укладывается вот но мне это не очень нравится поэтому я как-то не очень мне понравилось этот сорт это новый сорт моей коллекции вот и я наверное не буду держать этот сорт хотя он очень обильно цветет вот подождите я вам покажу сейчас вот здесь еще лезет цветонос один то есть если а там еще один вон нельзя показать уж очень густо растут еще один то есть еще три цветоноса будут и она не сбрасывает не вянет они такие восковые знаете цветочки плотненькие такие очень хорошенькие но это как говорится не мое но если вам все равно вот об этих цветоножках то что я рассказала то конечно сорт очень интересный красиво цветет и довольно обильно поэтому я бы вам рекомендовала и цветет он без проблем и растет без проблем и формировать его легко то есть хороший сорт это сорт ребелс rosebud мне его продали как роз букет но когда он раскрылся никакого там роз букета нет а есть вот rosebud очень красивый сорт прекрасно цветет он цветет вот такой вот веночком таким очень короткие цветоносы и они настолько короткие что я бы сказал даже чересчур короткие что иногда еле пробиваются между листями и вот так вот застревают там их надо иногда вытаскивать помогать вот но сорт очень красивый красивые листва и цветет он вот так вот букетиком красивым веночком вернее как вы видите очень много цветоносов еще по-моему я в предыдущем показе его уже демонстрировала но тогда было по моему два цветка открыто что ли но ничего страшного я считаю что полюбоваться еще раз на красивую фиалочку почему нет правда я его очень рекомендую начинающим потому что он растет совершенно без проблем и очень легко растет из листика и и вот у него такие красивые округлые листики они не круглые но не острые и вот это вот стеганность очень красивая мне вообще этот сорт очень нравится я уже рассказывала но для тех кто первый раз смотрит когда-то у меня такая розетка в полном цвету стояла на столе в гостиной и ко мне пришли то ли чинить что-то то ли я переезжал я не помню короче эта розетка стояла на столе и меня эти рабочие спросили а ты что делаешь шелковые цветы продаешь я говорю нет это не шелковые это настоящие да ладно они не поверили и поверили только когда потрогали вот так вот такая красивая эта фиалочка и вот я вам еще хочу показать посмотрите сколько здесь не раскрытых бутонов но недостаток опять же есть у этой розетки у этого сорта вот видите еще тоже не раскрыты я уже один цветок удалила они увядают не дождавшись пока все 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 раскроются я такие сорта не очень люблю вот но все равно несмотря на это я рекомендую этот сорт вот видите это уже цветающий цветок я все равно рекомендую он очень красивый легко растет и легко размножается но это всем известный ян минуэт я совершенно точно помню что я показывала начало цветения этого этой розеточки в предыдущем видео и рассказала что это было с этой историей этой фиалочки этой розетки именно вот этой у меня была розетка с прошлого года вот такой сенькой вот вот крошечная такая и кто смотрит мои видео регулярно знают что у меня были проблемы они все мои фиалочки это погибли то за вообще перестали расти в определенным причинам есть эти видео не буду повторять и эта розетка у меня была крохотулечка с желто-коричневыми листьями которые не росли которые выглядели ну просто ужасно я даже вот даже не фото не фотографировал ее потому что я даже боялась вообще смотреть на нее но несмотря на это я ее пересаживала раза три наверное и моя подруга про которую я много раз упоминала я и показала фотографии этой розетки она горит да чё ты мучаешься не выкинь и все вот но я же такой человек который не сдается я ее опять пересадила опять и опять и вот пожалуйста результат то есть я вам вот она 30 мая я ее пересадила последний раз я вам просто что хочу сказать это новичка не сдавайтесь если у вас не растет розетка не цветет пересаживайте обламываете старые листья сохраняйте серединку конечно вот но не сдавайтесь и у вас фиалка расцветет это всем известные руки вверх сорт поэтому уж я считаю что это не самый худший вариант все-таки как-то не еще вниз опущены немножко только центральные такие поднятые и вот у него еще у этой розеточки еще полно бутонов то есть это совершенно потрясающее цветение я очень довольна и очень рада что что я не выкинула эту розеточку и еще к этому я вам скажу вы конечно советы слушайте но все-таки сами тоже думаете надо или не надо вот поэтому вот а там еще один видите лизе цветонос то есть она мне она мне просто платит за то что я ее не выбросила и ей занималась и ковырялась и и мучилась но вот она того стоило потрясающее цветение я считаю это первое цветение конечно это розетки пышная так что даже еле листва видно как вы видите вот я очень люблю этот сорт я ставлю фотографии где-то которые у меня были из этой же линии это у меня был лист я купила несколько лет назад несколько лет это точно года три назад наверное или четыре даже на выставке фиалочка заняла первое место вернее лучшее на выставке была best in show называется у нас лучшее на выставке совершенно потрясающе я купила один листочек с этого с этой розетки это в нашем клубе когда я была в коллабосе жила вот и мне листочек дал всего две детки и вот я вам покажу фотографии и вы увидите какие-то были красавицы и после этого я продавала деток еще с тех ли с тех розеточек с тех деток были детки вот а это уже последний осталось у меня больше нет но я очень рада что она у меня осталось я еще пофотографирую эту розеточку и вставлю в видео фотографии чтобы вы полюбовались это сорт апачи skybird я вам сейчас покажу вот как пишется и посадила я маленькую розеточку маленькую детку 22 марта этого года и и вот она мне вот так вот цветет мне как-то сказали что если в комментариях одна зрительница оставила но если падают цветоносы но можно какие-нибудь подставить как у орхидей держалки но вот я попробовала но вот не получается у меня с фиалками держалки вставлять так что ну вот видите как она не держится ну ладно не буду я тратить время на это я вам хочу рассказать о сорте это у меня новый сорт в коллекции и это первое цветение ой получилось хоть как-то держится цветы ну совершенно потрясающей красоты я еще и и не фотографировала но я думаю что я просто без остановки буду каждый цветок фотографировать вот это новый цветонос они совершенно зеленые бутончики и на каждом цветоносе по нескольку цветов посмотрите на этом 4 на этом 2 на этом 2 тоже на этом 2 а здесь вот чемпион 4 вот они посмотрите какие шикарные просто с венами с рюшами ярко-сиреневые они вот они чуть-чуть не то чтобы выцветают а с чуть светлеют просто но наверно выцветают можно сказать вот но когда такой сорт то у него нет стабильности что вот у него такой вот цвет будет у каждого цветка и такой рисунок естественно но я вам хочу сказать что я этот сорт вам просто вот покупайте если есть возможность у него это сорт старый и у него как вы видите очень длинные цветоносы и это большой минус вот для меня мое мнение как всегда я считаю что цветоносы не должны быть такими длинными чтобы все таки было шапочное цветение но я всегда говорю что надо дождаться второго и третьего цветения и посмотреть как будет себя вести этот сорт может много измениться поверьте мне пожалуйста я на примере одного сорта вам расскажу еще об этом что меняются цветы со временем вот и что мне нравится я вам хочу показать если вы увидите на фотографии я точно сделаю этот бутончик вот зелененький вот и на нем видны веночки снаружи это просто такая красота но необыкновенная и очень красивая пестролистность вот темно-темно розовая советую или нет конечно советую даже несмотря на то что вот здесь такие непослушные непослушные цветоносы которые так и норовят улечься так я вам будете ведь спрашивать кто не смотрел раньше что я делаю это такие штучки я купила на амазоне это для бутербродиков для маленьких для пари для вечеринок вот они очень удобные я купила за не бывают разноцветными я купила прозрачный я не хочу никаких цветов другого цвета я имею ввиду на розетке рядом с цветами фиалки и вот эти вот усики у этих бабочек между ними очень удобно вот ставить вот так вот что вам надо листочек подпереть или цветонос вот как здесь вы видите вот очень удобно он не скользит цветонос и это помогает так что этот сорт я вам советую это тоже новый сорт моей коллекции называется hunters кашмир они растут очень крупными очень большими и я вставлю фотографию розетки на которую я повелась так сказать вот но опять же у меня конечно с первого раза такой розетки не получилось и такого цветения но то что я вам покажу он ей не один год это было не первое цветение поэтому я просто дам розетки подрасти и подсвести но что я пока вижу что цветунья эта фиалочка хорошая вот но цветоносов много для первого цветения как вы видите но вот они лежачие тоже валяются и мне это не нравится но они не такие длинные может быть следующем цветении будет интереснее все красивее потому что розетка вы видите она не очень сильно большая но как вы видите симметричная и красивая и когда раскроются все цветы то будет в общем то красивое цветение вот цветонос новый и вот цветонос новый это только начало раскрываться но я решила все таки вам показать сейчас пока розетку еще хорошо видно и там еще вот цветонос лезет но я думаю что он уже не вырастет он такой вот недоразвитые бывают цветоносы которые никогда не вырастают может быть я ее оставлю и в следующем видео о цветении о цветущих своих фиалочках я вам ее покажу когда она будет в полном роспуске но пока что я вам советую потому что как вы видите розетка очень красивая и это сорт для выставок это очень хороший сорт для выставок у меня много новых сортов которые я довела до цветения вот один из них опять же розовый мускат лебецкой но это явно не мой сорт и он у меня не останется хотя вот так вот можно его сюда заправить между листиками но это же не выход из положения вот такие вот длинные цветоносы и они вот так вот свисают похож как на трейлер но цветы очень красивые очень необычные поэтому любителям необычных цветов я конечно рекомендую и розеточка вот такая вот очень аккуратная и компактная вот но рекомендовать то что мне не очень нравится я не могу хотя красивые цветы цветы мне нравятся а все остальное не очень так что вы решаете сами я думаю что этот сорт тоже многим известен это сорт orange pickle вот как пишется это первый раз цветет у меня тоже новый сорт и я в полном восторге мне очень нравится этот коралловый неяркий какой-то пыльно коралловый цвет и вот такое шапочное цветение сразу и вот видите еще одна один цветонос будет и тогда закроется вот это вот прореха здесь и получится полностью такой такой веночек я думаю считаю что это просто потрясающий сорт и посмотрите какая розетка розетка плоская красивая ровная ну я конечно удаляла там листья это же само собой вот кто меня знает я уж совсем не терплю когда листья торчат или маленькие или что-то ну посмотрите кому интересно в видео о формировании розеток у меня они есть смотрите что я вам хочу показать вот это один цветонос он сам как букетик здесь всего 4 цветоноса ну посмотрите какое цветение шикарное то есть даже никаких вопросов и сомнений я вам советую рекомендую приобрести этот сорт новичкам или не новичкам это не имеет значения потому что это прекрасный сорт я постараюсь говорить поменьше про каждый сорт потому что у меня очень много фиалок цветут и получится опять длинное видео но уж простите хочу показать вам что у меня цветет и рассказать что я знаю о каждом сорте это старый сорт называется stormy weather штормовая погода вы не поверите у меня купила этот розеточку так маленькую дочка этого селекционера который создал этот сорт она сказала что она нигде не могла найти этот сорт но у меня вообще редкие сорта есть это я знаю сама даже не знаю как это у меня получилось так но у меня очень много редких сортов сорт очень красивый и как вы видите он необычный у него получается вот такой вот такой венок вот по сторонам потому что цветоносы сами не стоячие даже даже вот маленькие как вы видите только-только появляющиеся цветоносы которые только выросли еще они тоже направлены от центра вот как вы видите да на каждом цветоносе целый букет цветов посмотрите вот это один цветонос это другой цветонос и этот сорт очень красиво на полке смотрится вы знаете хоть несмотря на то что я не люблю лежачие но все равно этот сорт просто он знаете как исключение наверное вот розетка у меня качается так потому что я убрала нижние листья удалила и еще не добавила субстрат и не пересадила хотя пересаживать ее рано я только 2 апреля ее пересаживала вот но в принципе можно может быть я ее будет время пересажу но добавить обязательно нужно субстрат чтобы она не качалась я сейчас даже не буду ставить обратно на на контейнер а поставлю сторонку чтобы я уже это сделала наконец я решила не откладывать остановила видео и добавила субстрат и вот она перестала качаться вы видите совсем перестала вот а теперь она пойдет на контейнер и на полочку то есть я вам это рекомендую этот сорт он очень красивый если вы конечно его достанете где-нибудь это мой обожаемый сорт window comment я сейчас вам покажу как пишется вот просто сразу скажу рекомендую это же красота неописуемая просто но это тоже уходит у меня эта розетка уже уходит в хорошие руки вот видите здесь сколько еще цветоносов вот вот и вот еще один вот а это остается со мной цветы потрясающей красоты цветет как вы видите пышно это каждое первое цветение у каждой розетки цветоносы стоячие розеточка плоская на темном фоне потрясающе смотрится вот эти вот темно-фиолетовые волнистые цветы с розовыми с розовым фэнтези я вам говорю я просто вот вот не могу налюбоваться на эту розетку на этот сорт какой цветок не возьми все красавцы просто поэтому я сразу говорю рекомендую без всяких вопросов без всяких сомнений просто и причем этот сорт цветет очень рано даже маленькие розеточки если хорошо за ними ухаживать будут цвести я вам сейчас покажу посмотрите какая крошечка есть сорта которые пока не вырастут как сковорода цвести не будут вот а у этой уже посмотрите вон цветонос и здесь цветонос то есть хороший уход и она цветет эти две зацвели позже потому что были проблемы они просто не росли я не буду повторяться все по тем же причинам что у меня были вот а это в хороших условиях она вот уже хочет цвести поэтому этот сорт я сразу вам говорю рекомендую потрясающей красоты просто вы будете любоваться и любоваться на него в смысле на нее на эту фиалочку это тоже новый сорт у меня тоже первый раз цветет масс токсик спил я в совершенном восторге от этой от этого сорта я сделаю фотографии чтобы вам показать поближе и вы просто остановите видео посмотреть чтобы можно было рассмотреть цветы просто потрясающей красоты розетка не крупная темненькая и вот на этом фоне вот эти вот цветы ну вы посмотрите это просто красота сразу говорю рекомендую она растет без проблем цветет охотно рано поэтому я сразу рекомендую очень хороший сорт этот тоже мною обожаемый сорт ну какие я не обожаю наверное нет таких все люблю оптимара крейтер лейк вот название вот такая вот мосюсенькая вот такая вот крошечка хаврошечка посмотрите на это цветение одно слово оптимара и такой знаете насыщенный цвет темно-темно-фиолетовый просто потрясающей красоты я ее обожаю за все за то что она такая маленькая за то что она так пышно цветет так охотно так рано то есть я вам рекомендую без всяких сомнений просто даже покупайте я думаю что оптимары это не проблема купить нигде поэтому не будет у вас проблемы с тем чтобы где я такую достану так что все будете любоваться на нее и места мало занимает все мои бандиты зацвели алена если смотришь меня любуйся я уверена что она мне позвонит прямо завтра же чтобы я и послала вот это апачи бандит я этот сорт очень тоже люблю у него совершенно темно-темно-фиолетовые не синие фиолетовые такие как вот бархатная ночь цветы очень красивые растить его трудно я вам сразу говорю его не продают может быть поэтому я так смотрела по-моему кроме меня у него его вообще никто не продает я не преувеличиваю это я помогаю иногда раскрыться вот так вот чуть-чуть они когда вот с такими вот видите он не мог открыться просто цветок вот я ему помогла бывает они когда вот такие вот волнистые то они цветы лепестки вот так вот цепляются друг за другом и не могут открыться поэтому я вот так иногда им помогаю видите сразу раз и раскрылся вот этот сорт я наверное не буду рекомендовать вам потому что я по своему опыту знаю что я пока вырастила их пока они у меня они у меня еще не все выжили даже они очень трудно растут почему-то и потом уже когда вот такая большая розетка то конечно никаких проблем а вот маленькую трудно вырастить поэтому если есть у вас возможность купить сразу большую покупайте а вот из листочка вырастет трудно но сорт очень красивый поэтому смотрите сами что вам будете с этим возиться или не будете и листочки я вам хочу сказать уж на что фиалки не любят конечно практически все путешествовать но этот сорт это что-то необычное вот его положишь чистым твердым хорошим хорошим турбером свежим все приходит кусочек тряпочки и ничего сделать нельзя и уже и оборачивала я ножку влажным влажной салфеточкой все ничего не помогает то есть это сорт проблематичный в этом плане сорт хюмака флейм вот как пишется флейм это как огонь вот и она вот так и похожа на огонь прямо в сполохе вот такие крупные цветы маленькая розеточка совсем вот прям крошечка это взрослые уже хотя первое цветение она поздно зацвела я считаю я удаляла уже наверное два ряда листьев с нее вот и вот вы видите здесь еще остались их надо будет убирать маленькие вот но я дала ей процвести и потом уже буду ею заниматься и вот посмотрите она цветет просто прекрасно такой шапочкой и вот после того как вот это вот этот цветонос откроется получится просто вот такой красивый веночек очень красивый я считаю что это очень красивый сорт и его стоит держать в коллекции хотя я не сторонница красных фиалок но она даже не красная она в принципе знаете какая бордовой даже синевой с какой-то красивый сорт и как вы видите вот стоячие цветоносы и розеточка плоская я считаю что имеет смысл держать ее в коллекции в коллекции она очень нарядная такая яркая это сорт белая королева спорт называется она по-моему шармел шармель ну вот я сегодня я ее показывала как-то моей подруге Леночке и показала ей самый первый цветок вот этот вот посмотрите на этот размер обалденный вот и она меня сегодня спрашивает ну покажи мне ту как она там спорт белой королевы я говорю белая королева вышла из берегов я ей показала она действительно вышла из берегов посмотрите на это буйное цветение цветы потрясающей красоты размер обалденный они похожи на зефирины вот огромные красивые все но все лежат ничего с ними не сделаешь потому что такой вес вот таких цветов ни один цветонос не выдержит просто но они знаете вот на них смотришь прямо вкусные такие и у них вот я сделаю фотографии и видно будет у них вот здесь зеленая венозность получается появляется и с этой стороны вот видно сзади вот видите вот я сделаю фото чтобы показать вам поближе ну сорт очень красивый очень большой и на любителя конечно но меня знаете я люблю необычные сорта необычные цветы вот и я хочу посмотреть это второе цветение я хочу посмотреть что с ней дальше будет мне у меня просто спортивный интерес появился как она будет дальше расти насчет рекомендую или нет я скажу что да наверное потому что сорт красивый и многие любители фиалок совершенно даже не реагирует на то там лежат цветоносы или стоят вот но она занимает много места чтобы вы знали ну наверное оно того стоит очень красивый сорт и очень красивые цветы прям так и хочется лизнуть это сорт Canadian Sunset ту шикарную розетку которую я когда-то вам показывала я выбросила потому что она выродилась у нее стали цветы совершенно мелкие это и так не крупные а то были совсем мелкие мелкие и почти без венозности то есть вот это происходит иногда я очень рада что у меня осталось все-таки вот эта детка которая процвела по сорту это сорт вот такой такой который я сразу скажу что я рекомендую потому что цветы красоты неописуемые и когда и когда она в полном расцвете уже взрослая выглядит она совсем по-другому это детка у нее первое цветение поэтому я ей прощаю все вот там даже пасынок который я сразу сейчас и удалю я же потом забуду поэтому вы уж меня простите все и вот здесь еще цветонос лезет и там цветонос лезет я дам ей процвести я полюбуюсь на нее иногда я не даю цвести деткам первое цветение а ей мне хочется дать подцвести потому что я очень люблю этот сорт и мне очень нравятся его цветы вот так что я вам его рекомендую он такой знаете не блестящий он волосатенький пушистенький и очень красиво смотрится на полке сорт 2w мисс софи это w две буквы я потом напишу на фотографии вы увидите название ну что я вам могу сказать про этот сорт очень нежный очень красивые цветы вот но это не мой сорт я его держать не буду в коллекции потому что это уже не первое цветение и он меня разочаровал все-таки тем что вот так вот весь валяется вот но кому все равно я рекомендую потому что очень красивое сочетание темной листвы и таких нежных цветов вот с таким вот ободком малиновым так что сорт беспроблемный даже новички справиться с ним прекрасно это сорт анкопеечка я слышала видела отзывы что цветочки очень мелкие и поэтому назван копеечка но на мой вкус уж на что я люблю крупные я считаю что это совсем не мелкие цветы есть и мельче вот но очень красиво это деточка первое цветение у нее вот и поэтому я в общем два цветоноса и слава богу я продала ей процветить посмотрела что прекрасный цветок с ярко-зеленым ободочком и с темной рюшкой зеленой и с темным ободочком то что должно быть поэтому я очень довольна и конечно я уберу цветоносы и дам ей порасти сорт рекомендую очень красивый опять новый сорт в моей коллекции hunters happy new year ну наверное переводить можно не обязательно счастливым новым годом счастливый новый год вот но как вы видите вот розетка такая с одной стороны поярче с другой стороны после побледнее цветы и меня такое не устраивает конечно вот и я не буду держать эту этот сорт в своей коллекции поэтому то что как я сказала мне то что не очень нравится я не буду рекомендовать вы сами решайте но розетка красивая растет как все хантерское очень крупная поэтому сами думайте иметь или не иметь а на этом я с вами попрощаюсь надеюсь что вы получили удовольствие от просмотра спасибо что посмотрели до конца заходите ко мне в гости я всегда вам рада и очень люблю читать ваши комментарии и всегда по возможности быстрее отвечаю на них желаю вам всего доброго спасибо еще раз что зашли ко мне до следующего видео пока 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 до новых встреч до новых встреч у меня